Последняя треть XX века знаменовалась тем, что была создана, подтверждена экспериментально, принята, увенчана Нобелевской премией, стандартная модель фундаментальных взаимодействий. Что это такое? Ну, прежде всего, это модель, которая описывает фундаментальные частицы материи и все их взаимодействия. Модель эта является моделью квантовой теории поля и формулируется как Лагранжево-квантовая теория поля. Это значит, что теория, которая описывается как квантовая механика полей, квантами которых являются элементарные частицы, и включает в себя все фундаментальные частицы материи. Таких частиц не так уж много. Это шесть кварков и шесть лептонов. Они участвуют в трех видах фундаментальных взаимодействий – сильным, слабым и электромагнитным. Гравитационное взаимодействие в данном случае мы игнорируем в силу его малости, и оно не входит в стандартную модель. Итак, три вида взаимодействий и шесть типов частиц. У стандартной модели есть структура. Эта структура обычно связывается с группами симметрии. Три вида взаимодействий, три группы симметрии. Все эти группы относятся к одному и тому же классу. Это так называемые унитарные группы. Электромагнитные взаимодействия описываются группой симметрии У1, или унитарной группой с одним параметром. И, соответственно, одна частица переносчик электромагнитных взаимодействий – это фотон. У слабых взаимодействий группа симметрии SU2 здесь уже есть три параметра, и, соответственно, есть три частицы переносчика слабых взаимодействий – это W и Z-бозон. Сильные взаимодействия описываются группой SU3, здесь уже восемь параметров, и, соответственно, восемь полей переносчиков взаимодействий, их называют глюонами. Это что касается переносчиков взаимодействий. Сами частицы материи тоже относятся к представлениям групп симметрии. С точки зрения группы сильных взаимодействий, а в них участвуют только кварки, кварки выступают стандартной моделью в виде триплетов. То есть они имеют квантовые числа, приобретающие три значения, часто это называют словом цвет, синий, красный, зеленый. В слабых взаимодействиях все частицы выступают в виде дублетов. Это тоже низшее представление группы симметрии слабых взаимодействий. У нас существуют верхние и нижние кварки, электрон и нейтрино. Вот примеры двух дублетов. Интересно, что кварки и лептоны повторяют друг друга. Это называется поколением. Есть первое поколение, второе поколение и третье поколение стандартной модели. Вообще говоря, не очень даже понятно, почему природа выбрала три поколения. Есть первое поколение частиц, из которых состоит весь наблюдаемый мир. Есть копия, второе поколение и есть третье копия. Это третье поколение. В стандартную модель входят три поколения. Эти частицы являются фундаментальными в том смысле, что мы не видим никакой структуры в этих частицах Вообще-то говоря, абсолютного утверждения сделать нельзя Поскольку раньше, скажем, протон тоже казался частицей без структуры, а потом эта структура была обнаружена Поэтому нельзя сказать, что те частицы, которые мы сейчас считаем бесструктурными, являются такими навсегда Возможно, в будущем что-то нам приоткроется, что сейчас неизвестно Но на сегодняшний день те частицы, которые составляют стандартную модель, являются бесструктурными частицами, точными частицами Это кварки или птоны, как я уже говорил, они представляются как точные частицы стандартной модели Если мы хотим описать какой-то процесс, происходящий в природе, как правило, в них участвуют не сами кварки, а частицы, составленные из кварков, то есть адроны Лептоны же, электрон, меон, таон, по-прежнему наблюдаются в виде свободных частиц или взаимодействующих частиц в природе Поэтому процессы, которые описываются с лептонами, они непосредственно описываются стандартной моделью С адронами опосредованно, как я уже сказал Но, тем не менее, так или иначе, любые взаимодействия и любые превращения, которые мы наблюдаем в природе Как на малых расстояниях, так и на больших расстояниях, описываются стандартной моделью В этом смысле стандартная модель венчает собой все здание физики элементарных частиц И в неком смысле все здание фундаментальной физики, поскольку описывает самые фундаментальные законы природы, которые известны на сегодняшний день Какими же свойствами обладают частицы, входящие в стандартную модель? Ну, прежде всего, мы привыкли описывать квантовый мир с помощью так называемых квантовых чисел Примером квантового числа является электрический заряд Электрический заряд — это характеристика частиц, которая нам понятна Частицы бывают положительно заряженные, отрицательно заряженные, вовсе не заряженные И электрический заряд — это на самом деле квантовое число, которое сохраняется в природе Сохранение электрического заряда в стандартной модели описывается соответствующей группой симметрии Из симметрии теории следует сохранение электрического заряда Но это не единственная характеристика частиц Поскольку, как известно, в стандартной модели есть три группы симметрии Сильные взаимодействия описывают цветные объекты Цвет, конечно, понятие условное Просто квантовое число, которое приобретает три значения, удобно обозначать цвет для наглядности Так вот, цветной заряд тоже обладает группой симметрии и тоже сохраняющаяся величина Цветной заряд кварков сохраняется В слабых взаимодействиях есть свой заряд Его называют левым изоспином Немножко сложное название, имеющее историческую причину Но это тоже характеристика слабого взаимодействия Это тоже заряд, который сохраняется Таким образом, все частицы имеют квантовые числа Или имеют квантовые заряды Которые сохраняются Как следует из симметрии стандартной модели В стандартной модели есть свойства Которые, на первый взгляд, не очень понятны Ну, например, когда мы говорим о кварках Мы говорим, что кварки нельзя наблюдать в свободном состоянии То есть мы настолько уверены, что кварки существуют внутри адронов Что тот факт, что мы их не можем впрямую наблюдать Нам не кажется уже теперь странным Но свойства, которые обладают эти частицы Очень хорошо проверяются на эксперименте И поэтому на эксперименте мы подтверждаем все свойства стандартной модели Есть характеристики, которые не очевидны Ну, например, стандартная модель описывает массы частиц И она описывает переходы одного сорта частиц в другие При этом сохраняя нужные симметрии Ну вот интересный пример слабого взаимодействия В которых происходит нарушение ряда симметрий Ну, в частности, нарушение пространственной четности Или нарушение зарядового сопряжения Когда частица изменяется на античастица Что еще входит в стандартную модель? Помимо кварков и лептонов В стандартную модель входит Хиггсовский бозон Хиггсовский бозон возник в теории по той причине Что понадобилось найти механизм Который дал массу бы всем частицам стандартной модели Это было достигнуто путем спонтанного нарушения симметрии Путем введения в теорию дополнительного поля Скалярного, то есть обладающего спином ноль Который получил название Хиггсовский бозон Тем самым полный состав полей стандартной модели Состоит из шести кварков, шести лептонов Одного Хиггсовского бозона И переносчиков всех трех видов взаимодействия Все эти частицы экспериментально открыты Последней открытой частицей был Хиггсовский бозон Который был открыт в 2012 году Все остальные были открыты еще в 20 веке Последней была открыта нейтрина Которая называется таонная нейтрина Третья нейтрина Но была открыта в 2000 году Тем самым в 20 век завершил стандартную модель За исключением Хиггсовского бозона И все частицы экспериментально подтверждены Возникает вопрос Заканчивается ли на этом история Или может быть есть еще какие-то частицы Которые не вошли пока в стандартную модель Но должны туда будут войти Или может быть существует что-то совсем другое Которое не описывается стандартной моделью На все эти вопросы есть различные ответы Истины мы пока не знаем Но прежде всего если говорить о новых частицах Типа новых кварков и новых лептонов Которые еще не открыты Как я уже сказал В стандартной модели есть три поколения этих частиц Спрашивается есть ли четвертый поколение Экспериментально четвертого поколения не видно Более того есть косвенные данные Как связанные с экспериментами в физике частиц Так и в космологии Что возможно четвертого поколения и нет Дело в том, что в стандартной модели Есть так называемая кварк-лептонная симметрия Сколько кварков, столько и лептонов А вот на лептоны, точнее говоря на нейтрино Есть ограничение из космологии Что количество независимых полей нейтрино Равно трём Там есть небольшая лазеечка для четвертого Но по всей вероятности она тоже скоро будет закрыта Значит, если число нейтрино равно трём Есть кварк-лептонная симметрия То и число поколений всех остальных частиц равно трём И тем самым мы завершили в этом плане стандартную модель Хиггсовский бозон Я сказал, что он только один Может ли их быть два или четыре или больше? Тоже ответ такой же Возможно Возможно существуют другие хиггсовские бозоны Возможно мы открыли пока только один Но теория разрешает присутствие большого количества хиггсовских бозонов Есть ли они или нет Это вопрос к эксперименту В этом смысле может так оказаться Что стандартная модель ещё не завершена Ещё будут открыты новые частицы Но может быть и нет Одного бозона достаточно, чтобы дать массу всем частицам Новое взаимодействие Мы говорили про три вида взаимодействия Которые входят в стандартную модель Все они реализуются как обмен переносчиками Калибровочными полями со спинами единицы В неком смысле хиггсовский бозон Может рассматриваться как переносчик Четвёртого взаимодействия Когда он выступает как переносчик взаимодействия со спином ноль Но есть ли ещё Нет ли каких-то новых взаимодействий Или каких-то новых групп симметрии Более широких, чем стандартная модель Не входит ли стандартная модель Как составная часть в какую-то более общую теорию Этот вопрос тоже открыт Не исключено, что это так Не исключено, что она входит в более общую теорию Но этого пока не видно Надо сказать, что Когда мы говорим о том, что стандартная модель Триумфально завершилась Мы говорим о том, что все Без исключения эксперименты Которые ставятся на ускорителях В подземной физике, в космосе Все они блестяще Совершенно с завидной точностью С точностью иногда до Десяти десятичных знаков Описывается стандартная модель В этом смысле это совершенно уникальная модель Которая позволяет описать Огромную часть природы Неживой природы С помощью очень простых Универсальных математических форм Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok